Я читаю четвертую главу послания апостола Павла к кремлинам. Что же, скажем, Авраам, отец наш приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство это относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезании или до обрезания? Не по обрезании, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезании. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезании, чтобы и им вменилась праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезании. Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование, ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть Отец всем нам. Как написано, я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному «так многочисленно будет семя твое». И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверьем, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и, будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилась ему в праведность. А, впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилась ему, но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего.